Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, вы на канале Итон ТВ. Я Михаил Горин. Нас можно видеть на нашем канале в Ютубе, в Телеграме. Оставляйте, разумеется, свои комментарии. Мы всегда с интересом их читаем. Ставьте лайки. Если наша работа вам нравится, вы можете оценить ее. Для этого есть кнопки «Спасибо» и «Спонсорство». Сегодня у нас программа «Разбор полетов». Мои собеседники – политолог Александр Цинкер и журналист Марк Котлярский. Коллеги, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот недавно выступал наш главный партнер, глава Америки Джо Байден. Выступал он в связи с предвыборной кампанией, которая идет по выборам президента в Америке, где он, касаясь проблем Израиля, говорил о своем отношении к сегодняшней войне, но, среди прочего, он сказал, что Израилю надо, вернее, Нетаньягу конкретно, главе правительства, надо изменить состав правительства, потому что он вот не очень подходящий для решения нынешних и будущих задач. Ну, в Израиле это несколько опешили от подобного, даже те, кто, в общем-то, не очень хорошо относится к Нетаньягу, опешили от такой откровенности и расценили ее как прямое вмешательство в наши дела, но потом последовали поспешные разъяснения от помощников Байдена, что он имел в виду другое, что вообще вот Израилю следует думать о том, как решать будущие проблемы, для этого, может быть, нужны новые люди, но все равно получилась некая неловкость. Вопрос к Александру Цинкеру. Сам Нетаньягу никак на это, в общем-то, напрямую не отреагировал, но он сделал по-другому, он выступил, сделал, выпустил такой ролик в соцсетях, в котором сказал, что да, у нас есть разногласия с администрацией Байдена по поводу перспектив в Газе на следующий день после Хамаса, как он выразился, и при этом Нетаньягу поклялся, что вот Израиль не повторит ошибки Ослы, и что Газа не будет ни Хамастаном, ни Фатхистаном. Ну вот интересно, на что обратили внимание многие политологи, что вот этот ролик был сделан на иврите, даже без английских субтитр, то есть Байден его, собственно говоря, вряд ли увидит и услышит, и может быть даже узнает. То есть обращен он был явно вовнутрь Израиля, и многие его расценили вообще как некую предвыборную позицию Нетаньягу, а значит начало его предвыборной кампании. Вопрос в следующем. Не получается ли, что вот Нетаньягу будет играть вот на этом противоречии с американцами и с Байденом, и показывать себя вот таким вот сильным руководителем, который не позволит им командовать? Самое интересное, что когда ты говорил по поводу предвыборной кампании... Какой? Американской или нашей? Вот, я теперь это хочу сказать. Америка сегодня живет уже предвыборной кампанией, потому что американцы за год начинают готовиться к выборам. И в данной ситуации не надо забывать, что американцы сами, граждане Америки, когда они голосуют, они в основном голосуют за внутренние проблемы самой Америки, а не за внешнеполитические удачи или неудачи правительства. Поэтому еще будет очень много выступлений Байдена в зависимости от того, с кем он встречается, на кого ориентированы его выступления, и там много чего интересного можно будет услышать. Что же касается предвыборной или возможности предвыборного выступления нашего премьер-министра, я думаю, наверное, все же это не совсем предвыборный ролик, но он уже как-то говорил, и тогда тоже говорили, что это вполне возможно уже предвыборный какой-то лозунг о том, что только я могу победить Хамас. Это вот даже была такая встреча, по-моему, в Ликуде, и где об этом он говорил. И, значит, решить вопрос безопасности Израиля. Я думаю, все же это не столько относится к выборам, потому что до выборов еще столько может произойти внутри всего, и в Израиле, и в отношении к Израилю. Я все же думаю, в последнее время, когда идет наша война, и вообще после 7 октября, если вы помните, когда премьер-министр стал на Танягу, он очень долго вообще не мог поговорить с президентом США. Как-то не сложились в этот раз отношения между двумя лидерами. А когда началась война, там, по-моему, уже больше 10 раз, или 15 раз даже уже, идут все время обсуждения. Это, с одной стороны, показывает, что Байден действительно является другом США, другом Израиля. Он вообще называл себя сианистом. Не обязательно быть евреем, я вот сианист, например. А с другой стороны, вот эти какие-то такие разговоры частые, с Натанягу, они, в принципе, дают определенную поддержку Натанягу. Потому что со стороны, в общем-то, обращают внимание. Смотри, президент США все время на связи, советуется, говорит, с чем-то он не согласен, с чем-то согласен, но неважно, они обсуждают. Поэтому я считаю, что это не предвыборные еще выступления ни с одной, ни с другой стороны. Но то, что это идет на пользу, в данном случае, премьер-министру нашему, это для меня, по крайней мере, явно. С другой стороны, мы же видим, что вот эти несогласия, которые говорит президент США, они, в общем-то, ни на что не влияют. Там нету жестких условий. В течение пяти дней сделать что-то, или поменять правительство, или брать каких-то министров. Такого нет. Высказываются какие-то опасения, какие-то недовольства, но не более того. То есть, даже в этой ситуации нашему правительству дается время для продолжения наших боевых действий. Марк Отлярский, в принципе, тот же вопрос. Считается, я только к нему добавлю просто конкретизирующий такой момент, вот считается по какому-то молчаливому, да и не только молчаливому согласию в Израиле, во всяком случае в политической верхушке, что после войны, где-то через 3-4 месяца в Израиле должны пройти выборы. Во-первых, согласен ли ты с такой оценкой будущей ситуации? А во-вторых, действительно ли Нитаньягу уже начал к ней готовиться? Ну, есть несколько мнений по этому поводу. Как бы, скажем, есть определенная группа населения, которая выступает за то, чтобы Нитаньягу оставил свой пост. Некоторые пишут даже об этом открыто. Например, Лапид, лидер партии Ешатид, который, правда, путается порой в трех показаниях. Непонятно, что он вообще хочет сказать. Но как бы один из его мессенджей, который недавно прозвучал, буквально несколько дней назад, что Нитаньягу должен покинуть прямо сняться, вот на данный момент, оставить руководство страной и вообще как бы сдать свой пост. Есть как бы мнение, что наоборот, как бы, например, Бенни Ганс говорит о том, что, и, кстати, в этом смысле мне нравится его подход, что зачем мы сейчас будем выяснять какие-то там политические отношения, когда идет война? Давайте, ребята, закончится война, потом будем разбираться. Мне кажется, это тоже достаточно справедливый подход. Теперь дальше. Я слышу эти мнения постоянно. Вот Нитаньягу пиарится на войне, Нитаньягу начал свою предвыборную кампанию, давайте не забывать, на самом деле, что, так сказать, политик любого ранга, неважно, кто это, Нитаньягу, Гидон Сар, Бенни Ганс, я не знаю, Айзин, кто угодно, назовите любые фамилии, какие бы заявления он ни делал, он где-то в подкорке, в подсознании, в любом случае, ориентируется на определенную какую-то целевую группу избирателей. Поэтому, так сказать, любого политика можно обвинить в том, что он ведет свою предвыборную. А Лапид, который сейчас, как я, которого я цитировал, это что, не предвыборная кампания? В разгаре войны наезжать на премьер-министра и говорить, что та же предвыборная кампания. Все ведут предвыборную кампанию. Не надо забывать, что мы в еврейском государстве, где каждый, так сказать, немножечко воюет и немножечко все-таки думает о себе и о своем будущем. Поэтому я в этом не вижу ничего страшного. Тут все смешно в доме Облонских. То есть, как бы, глава правительства, то есть, как бы, я вас уверяю, что если бы Нитаньягу не появлялся на телевидении, или, скажем, туда, куда он ездит, он встречается на передовых позициях, он был в секторе газа, он был на севере страны, он был в спецподразделении, которое допрашивает захваченных боевиков Хамаса. Вот если бы этого не было, я вас уверяю, появились бы те, кто говорил, как, премьер-министр, идет война, его не видно, его не слышно, стоило только его появиться, сразу появились голоса. Вот он начал свою предвыборную кампанию. То есть, это все игры в пользу бедных. Я давно говорил, что еще в конце 90-х годов, в свое время я помню, Израиль, нельзя забывать о такой вещи, Миша, Израиль – это карнавальная страна, да, мы все тут, к сожалению, так или иначе, мы задействованы в этом карнавале, да, так сказать, как бы, и каждый играет какую-то свою роль, каждый играет в какой-то свой им намеченный образ, кто-то играет в какого-то мудрого политика, кто-то, наоборот, в какого-то резкого такого, и так далее, и так далее. То есть, и война – это тоже вписывается в карнавал. Так что, так сказать, я лично не вижу ничего предосудительного, я не вижу никакого пиара, потому что, так сказать, наша жизнь – ствошной пиар. Мы все делаем себе пиар. Вот мы сейчас выступаем, да, мы что-то обсуждаем, да, так сказать, ты что-то говоришь, Саша Тинкер, мы тоже себе делаем своеобразный пиар, что люди знают, что вот есть политолог Саша Тинкер, есть журналист Марк Коплярский, есть ведущий Михаил Горин. Это что? Вот то, что мы записываем, это тоже самый пиар. Ничего, так сказать, страшного, и ничего такого, так сказать, публичные персоны хотят публичности. Это нормально. Я с тобой соглашусь, только с одной разницей. Во-первых, речь еще о методах, о том, какие нарративы используются нами или другими. Во-вторых, мы не претендуем ни на какие политические с тобой должности, и не уверяем избирателей, что выберите нас, мы знаем, как правильно действовать. А потом, когда мы оказываемся на вершине власти, выясняется, что мы не знали, как действовать, или сознательно обманывали. Это и есть тот самый карнавал, о котором я говорю. Все правильно. Марк, спасибо. Следующий вопрос у меня к вам такой. Вот действительно существует такое мнение, есть такое мнение, как это любили говорить в Советском Союзе в партийном руководстве, что вот после войны вскоре пройдут выборы. И это, в общем-то, правильно и логично. Что вот не сейчас, а после войны. Но тут возникает вопрос. А что такое после войны? Не начнется ли в обществе, точнее в руководстве Израиля, разные позиции трактоваться, что такое окончание войны? Ведь у нас же не будет, наверняка, такого классической победы, как это, допустим, было в победе над Германией, когда вот садятся за стол, подписывают капитуляцию, там, стороны, назначается день победы, или там император другой стороны отрекается от власти и объявляется поражение одной стороны и победа другой стороны. Вот как у нас, непонятно, как у нас будет сформулирована эта победа и как долго ее можно будет растягивать, достижение этой победы. А после победы, если она даже будет, точнее, я не знаю, что она будет, но непонятно, по какой точке она будет измеряться, войскам нам могут сказать, что, вы знаете, сейчас не время, сначала, сейчас нужно решить, что делать в Газе, потому что это очень важный вопрос, а это может занять, ну, десятилетия, это я так, для примера, потому что, может быть, и много десятилетий, мы не знаем, это такое бездонное, безразмерное действие, непредполагаемое даже по окончанию, и тоже непонятно, как назвать это окончание. Александр, вопрос к тебе, скажи, пожалуйста, воспользуются ли политики вот этой возможной неопределенностью событий, чтобы назначить выборы, это первое, и изменится ли, даже если выборы начнутся, вот как мы предполагаем, после войны, там через несколько месяцев, насколько сохранится сегодняшняя динамика вот этих гипотетических выборов, если бы они были сегодня, как известно, согласно этим опросам сегодняшним, нынешний глава правительства с треском проигрывает выборы, а явный кандидат на постглаву правительства это Бенни Ганс, и его партия гражданский лагерь. Ну, тут очень много вопросов, смотри, ну, во-первых, на десятилетие это не затянется, потому что, по-моему, через три года, даже если никто не захочет, по закону каденция заканчивается, должны начаться следующее. Всегда можно принять поправку к закону, тем более, у нас есть большинство, сейчас, о том, что в военное время выборы... Не, ну, Миша, ну, я не думаю, что через три года будет еще военное время, мы у нас военное время сорок восьмого года. Смотри, Марк прав, очень много людей, а политиков, тем более, принимающие решения, они думают не только о судьбах всей страны, но еще и о своей судьбе, своих перспективах и так далее, и так далее. Как разваливаются коалиции в Наск Несити? Это начинает ощущаться, когда сегодня закончатся на каком-то этапе активные действия, в первую очередь надо будет обратить внимание на нового члена коалиции, это партию, как ты сказал, это блок Бениганца, потому что, с одной стороны, его вхождение дало какую-то такую поддержку этой коалиции, с другой стороны, он самый, по опросам, самый заинтересованный в проведении выборов, потому что у него, наверное, есть надежда, что, ну, если не сорок, то хотя бы тридцать, он получит мандатов, в чем я тоже сомневаюсь, это отдельно вопрос в конце, я скажу, но, понимаешь, работа коалиции, как принято было, это начинает чувствоваться внутри, в атмосфере коалиции, она еще может работать или уже вот-вот она треснет, и тогда зачастую мы даже не обращаем внимание, а в чем дело, почему он же пошел там на Танягу на выборы или еще кто-то даже на преждевременные выборы, хотя еще можно было бы работать, это внутри чувствуется вот эта атмосфера, поэтому в ближайшее время после активных действий, я буду так, после окончания активных боевых действий начнут все время присматриваться члены коалиции друг к другу, еще не пришло время расстаться, и вот когда вот это время придет, мы это сразу почувствуем по высказываниям существующих членов коалиции, министров с портфелями или без портфелей, и еще очень много естественно будет зависеть о дальнейшей судьбе премьер-министра и самого Ликуда, потому что вот это я хочу сказать, что будет, когда пойдут выборы, вполне возможно, мы увидим очень много изменений, непонятно, что останется с блоком Бенни Ганса, останется он так, или они разойдутся, и часть туда, может быть, пойдет обратно в Ликуд, как вариант, появятся новые какие-то центристские силы, или на левом крыле появится объединенная мэрица, вот да, потому что понятно, что вместе они не могут существовать, то есть там мы будем говорить отдельно, списки будут совершенно неожиданные могут быть, поэтому поговорим отдельно, а по поводу все же выборов, я думаю, они произойдут, но вот почувствовать это мы должны будем все вместе, потому как работа будет продолжаться коалиционная совместная, или нет. Спасибо, Саша. Марк, тот же вопрос тебе. Вопрос сложный, потому что ситуация меняется постоянно, да, Саша Цинкер дал достаточно четкий, мне кажется, политический расклад, я могу сказать только одно, я не верю этим опросам, это во-первых, потому что они нерелемантны, это опросы, во-первых, это опросы настроения, да, вот, так сказать, 7 октября случилась трагедия, естественно, там, на следующий день позвони человеку и скажи, там, готов ли ты голосовать за Нитиньягу, условно говоря, или за Ликут, человек под настроением, безусловно, скажет тебе, нет, не готов, потому что, так сказать, это правительство допустило то, что произошло с 7 октября, позвони ему через там, там, два месяца, когда, скажем, условно говоря, там, значит, власти израильские действительно решат свою задачу, я вот гипотетически говорю, и, так сказать, уничтожат Хамас, так сказать, полностью, бесповоротно, избавят газу вообще от присутствия хамасовцев, и я тебе уверяю, опросы уже будут совершенно другими. Кроме того, как правило, в основном опираются в последнее время на опросы, которые проводят либо 13 канал, который, так сказать, известен своим неприятием партии Рикут, или Баариев, который тоже не особенно дружеский Артольс Сокнифтаниев. Более того, третий момент, значит, количество опрошенных, значит, они все время выдают одну и ту же цифру, количество опрошенных примерно 500-600 человек, то есть, никакой социальный сред, что за фокус-группа, кого она представляет, кто участвует в голосовании, каким образом проведено голосование, телефоном, интернетом, личным опросом, ничего этого ты не увидишь, да, это в-третьих, и в-четвертых, социологи говорят, что опросы 600 человек, 500, 600, 700, давно уже не могут считаться релевантными, потому что они не дают никакой четкой картины, да, опросы, которые более или менее дают четкую картину, должны как минимум охватывать, от 4-5 тысяч человек и больше, только такой опрос может реально показать картину, сколько человек голосует за реку, сколько за Бенни Ганса, сколько там за кого-то еще и так далее. Саша прав в том, что говорит, что мы увидим, скорее всего, совершенно новую картину, понятно, сегодня уже всем нам, понятно, что после того, что случилось, так жить невозможно, то есть система должна сделать апгрейд, что должно произойти, появится ли какой-то новый лидер, уйдет ли Нидли Ниягу в отставку, не исключено, что есть предположение, что его преемником станет Йоси Коэн, бывший начальник Долома Массада, который действительно вполне, так сказать, может возглавить и человек, который пользуется большой популярностью. Выиграет ли от этого Ликут, проиграет ли Бенни Ганс, очень сложно говорить, потому что на ситуацию влияет каждая минута, так сказать, произошло какое-то событие в плюс, значит, Ликут набирает мандаты, произошло минус, Ликут теряет мандаты. Я не думаю, что сразу после войны, опять-таки, соглашусь с Сашей, о какой войне мы говорим, да, то есть, о какой фазе войны, то есть, даже если кончится так называемая активная фаза войны, то это не значит, что кончится пассивная фаза войны, это не значит, что мы сразу уйдем из сектора газа, потому что по заявлению того же Нитаниягу, скажем, да, так сказать, какое-то время нам придется там оставаться, для того, чтобы, так сказать, решить вопрос, что будет с сектором газа. Масса вариантов мы с тобой, Миша, обсуждали, да, есть разные планы, что будет с сектором газа, например, последний, который мы не обсуждали, кстати, это предложение сегодня утром прозвучало, так сказать, чтобы сектор газа взяли под себя Объединенные Арабские Эмираты. Самое лучшее предложение из того, что я слышал. Совершенно верно, Саш, кстати, об этом... Осталось уговорить Арабские Эмираты. Нет, об этом, это предложение высказал один из, такой, какой-то некий, какой, как его называют... Профессор, профессор из Арабских Эмиратов. Профессор-академик из Арабских Эмиратов, причем его считает человеком, который близкий правительственным кругам, принимающим решения. И на это предложение откликнулся, кстати, известный египетский миллиардер, чье состояние оценивается примерно в 4-5 миллиардов долларов согласно Форбсу. Он сказал тоже, словами Саши, что это на сегодняшний день это лучшее предложение, что действительно Арабские Эмираты могут превратить сектор газа в Дубай, так сказать, современный Дубай. И он сказал, что действительно на сегодня это лучшее предложение. Учитывая, что у нас хорошие, нормальные сейчас отношения с Арабскими Эмиратами, я не исключаю, что такой вариант может сыграть на пользу Ликуда. Да, так сказать, а если к тому же, как обещали Саудовские, Саудовская Аравия, обещала, что после войны возобновятся переговоры с Саудовской Аравией, будет подписан договор с Саудовской Аравией, Саудовцы этого не отрицают. Они так и сказали, что мы готовы после войны возобновить переговоры. Это тоже может быть занесено в копилку того же Нитаниягу или того же Ликуда. Поэтому действительно надо ждать результатов того, что произойдет с сектором газа. От этого будет очень много зависеть, пойдем ли мы на выборы или не пойдем мы на выборы и, так сказать, останемся с тем правительством, с которым мы останемся. И вполне возможно, что опять-таки соглашусь с Сашей. Все зависит от крепости коалиции. Мы сегодня видим, что те, кто вошел на правах министров в узкий военный кабинет, Гидон Саар, Азинько, Габи Азинько, сам Бениганс и так далее, обратите внимание, они не делают никаких широковещательных заявлений на сегодня. Они в основном, так сказать, играют как единая команда, да, так сказать, огрызается только лапит, высказывают резкую критику Либерман там и так далее, то есть те, кто находится вне рамок этой коалиции. Поэтому не исключено, что мы видим, как возможно цементируется какая-то коалиция, которая в будущем, так сказать, и будет также управлять страной, и поэтому никаких выборов не будет. Коллеги, спасибо за этот разговор, что вы приняли в нем участие. Напомню, что в этом разговоре вместе со мной участвовали Александр Цинкер и Марк Котлярский. Спасибо, всего доброго. Хорошего дня. Александр Цинкер